Ветеринарная генетическая экспертиза И этот вид экспертизы занимает половину рабочего времени Итак, Ольга Евгеньевна, расскажите нам о специфике данного вида экспертизы Кто инициатор этой экспертизы, в чем ее соль, в чем ее суть Ну смотрите, значит инициатором в большинстве случаев являются следственные органы То есть это когда рассматриваются дела о браконьерстве чаще всего То есть отстрел краснокнижных животных? Даже не только краснокнижных Вид животного генетически мы можем определить любой Будь то растение, птица, рыба или животное То есть именно если идет кусок мяса или что-то надо определить вид Мы генетически можем установить принадлежность этого биоматериала вплоть до вида Если идет принадлежность, ну допустим, яркий пример такой лоси Незаконный отстрел животных Незаконный отстрел животных, да И это причинение особо тяжкого материального ущерба природе России То есть природе нашего государства То есть лось убитый оценивается в 240 тысяч рублей Лосиха в 400 тысяч Кем оценивается, кстати? Есть специальное постановление правительства, где прописана стоимость То есть нанесение урона природной среде То есть есть природная среда, есть водных объектов И каждое животное у нас как бы оценивается На которое не приобретена лицензия, и которое отстрелено незаконно То есть смотрите, предметом, то есть объектом исследования являются краснокнижные животные Животные, то есть убитые животные в период, когда отстрел запрещен То есть за временными рамками сезона охоты, да? И за временными рамками, да, и в отсутствии лицензии То есть и когда разрешен, все равно должна быть куплена лицензия Она довольно дорого стоит Я так понял, что заказчики это Урал, Сибирь, Дальний Восток Не только, то есть вот сейчас у нас Урал в работе находится экспертиза По отстрелу дикого особи лося, самца Совсем недавно была Янао, Ямало-Ненецкий автономный округ Большие две экспертизы были оттуда Там прям массовый отстрел, семь особей лосей как бы вот В одном случае и четыре особи в другом случае Вот, потом Брянская область Оттуда приходит, тоже вырезают целыми семьями То есть лось, лосиха и два лосенка Владимирская область Вот сейчас уже вторая экспертиза проведена по Владимирской То есть подонки у нас есть по всей стране, да? Да, Воронежская область две экспертизы была Ну это вообще практически Да, практически везде, то есть вот потом по лосям, значит, что мы делаем То есть где-то находят шкуру изымают, голову, а у кого-то изымают мясо Мясо приходят, изымают И надо доказать, что это шкура и это мясо от одного животного То есть по лосям мы делаем, устанавливаем генотип, так же как по человеку И устанавливаем пол То есть то, что это именно та особь Да, это именно та особь, шкуру которой нашли там вот, где нашли Где нашли Да, потом такие же экспертизы с установлением генотипа мы проводим по медведям По бурым, по белым и по белогрудным, ну то есть по всем Хотя бы немножко пробежитесь по всем видам животных, по которым вы проводили исследование Это важно, это важно Так, значит, по лосям часто и практически всегда у нас в работе есть экспертизы по лосям По медведям совсем недавно была вот первая экспертиза Особь медведя убили и тоже изъяли одежду охотника, на которой были следы крови И вот тоже сопоставляли То есть по медведям делаем точно так же, как по лосям По коровам довольно часто экспертизы Да, то есть это экспертиза на материнство и на отцовство Точно так же на материнство и на отцовство по лосям по медведям делаем То есть теленочка воровали? Да, да. Ну, там бывает, что и не теленочка, что взрослую уже корову, которая дочка другой коровы. Вот, один своровал, другой подает в суд и устанавливает, что да, действительно, это дочка вот этой вот коровы. Вот, потом также делаем по буйволам. Совсем недавно начали делать кабанов, диких кабанов, но это тоже браконьерство. То есть поступали запросы, как бы раньше не делали, сейчас закупили наборы, то есть все, как бы кабанов и пол, и генотип также устанавливаем. То есть, что это тот самый кабан, мясо которого изъяли у кого-то. Продолжайте список. Потом, значит, очень неожиданно получилось, делали вроде бы как лося по Воронежской области, то есть образец сравнения была шкура лося и мясо, которое изъяли. Поставили к лосю, видно было, что копытное животное не лось, поставили к коровьим маркером не корова, но прошел, то есть мы установили генотип, видно было, что форест не характерный, не корова. Вот, оказалось, что косуля, то есть косуль теперь мы тоже делаем, как вот по коровьим маркерам, они проходят, определенный маркер реагирует и видно, что это косуля, то есть там совершенно другая картинка. Вот, и также сейчас вот будем делать, пришел запрос благородный олень, то есть я так и считаю, что и благородный олень у нас тоже пройдет как бы сработать, потому что образец сравнения будет. Ну вот сейчас будет такая пробная экспертиза. Так, дальше. Рыбы, рыбы, птицы. Рыбы мы устанавливаем только вид, ну вид под вид. Кстати, зачем кому-то следователю устанавливать вид рыбы? Объясните, я знаю, объясните нашим зрителям. Значит, был запрос от предпринимателя, то есть он закупал откуда-то большие партии, значит, Сибаса, вот, и филе Сибаса. То есть филе, оно шло уже в вакуумной упаковке, просто вот филе, и начали жаловаться люди, потребители, что как бы Сибаса это Сибас, тушки, а филе, говорят, как телапия какая-то, то есть не похоже на Сибаса. И надо было установить, что это действительно либо Сибас, либо это какой-то там другой вид, то есть там шло латинское название, и установили потом, что это как бы вообще-то вид вот тот самый Сибас, только под вид другой. И он, видимо, на вкусовые качества очень отличались. Вот, и поэтому, как бы, благодаря нашей экспертизе он отказался от таких поставок, отправил все это обратно, то есть у него не шли ни продажи, ничего, потому что, ну, люди жалуются, вкус другой. И вот доказали, что под вид на самом деле оказался другим, не то, что заявлялось производителем. Рыба, но не та, да? Да, рыба, но не та. То есть дела по браконьерству, по браконьерству, ну, в части рыб, такого нету, да? Нет, бывает, что вылов, но вот, что мы не делаем на самом деле, это вот тоже очень частые запросы, осетр, например, да, вот, большие партии изъятого там осетра, и спрашивают, вы можете определить среду обитания, выращен он искусственно, в искусственных прудах, или он выловлен там, в Каспийском, ну, естественно. Это какие-то вероятности по наполнению кишечника? Да, по наполнению желудка. Да, это не генетика. Вот по генетике еще, кстати, интересный тут был запрос, но уже была... Почему вы говорите запрос? Вы экспертизу провели или не провели экспертизу? Нет, мы не провели экспертизу, потому что экспертиза была проведена, нас попросили оценить правильность, и если возможно, как бы, можно ли это переделать. Их просто не устроил ответ, что та экспертиза была проведена правильно, то есть на Камчатке остановили судно, изъяли большую партию краба, причем краб уже был приваренный, то есть уже как бы разделанный, и в ящиках просто вот шел, с маркировкой краб колючий. Вот, следственные органы все это дело изъяли, провели экспертизу генетическую, установили вид краб-камчатский, то есть это как бы большой штраф очень грозил, что... Ну, экспертиза была проведена правильно, мы могли ее провести, повторить, но у нас бы такой же результат получился, поэтому как бы люди отказались. Вот, тоже проводится прям на видовую принадлежность, но вот именно Камчатский, он же большой, то есть он больше, и его куда-то везли, чуть ли не, может, в Японию или куда-то судно шло. Ну, то есть браконьерство промаркировали как колючее, на самом деле везли Камчатского. Друзья мои, если вы являетесь представителем правоохранительного органа, защищаете интересы обвиняемого по делам о браконьерстве, о незаконном вылове рыбы, о незаконном отстреле, о охоте без лицензии, по всей видимости, вы являетесь нашим потенциальным клиентом. Вот еще, да, забыла, суды еще. И не все, и не все. Еще не все, да, вот суды обращаются, то есть делаем еще экспертизу по собакам, если собака покусала человека, и надо установить, что это та самая собака была. Каким это образом происходит? Берутся образцы с вещи вот этого человека, то есть там обычно остается слюна собаки, берутся образцы биологического материала у собаки, кровь либо слюна, и генетически сравнивается, та это собака или другая. То есть по слюне собаки и по слюне, которые на одежде ребенка, допустим, да? Да, по мужчине тут делали, в Серпуховской район покусала собака Алабай, причем так хорошо покусала, и все выделилось, да, установили, что да, именно та самая собака, которую тут нам привели, как бы, для... Так что, уважаемые собаководы, уважаемые потерпевшие, вот по таким вот ситуациям обращайтесь к генетику Петренко Ольги Евгеньевны, она вам обязательно поможет, проконсультирует, расскажет, как изъять образцы, как назначить экспертизу и как успешно ее провести. Ставьте лайки под видео, подписывайтесь, до свидания, друзья, до новых встреч. До свидания.